Так, давайте сейчас коротко поясню про текст о Локомотиве, который выходил на следующей неделе. На самом деле, внимательные зрители стрима этот текст в очень ужатой форме услышали сразу. Еще на прошлом стриме и уже после стрима меня попросили эти мысли немножко расширить, написать колонку. Мысли очень простые. Мне кажется, что Локомотив прямо сейчас занимается не продолжением проекта, а имитацией проекта ранненько. И в текущих условиях наиболее рациональным решением, учитывая, как поменялись вводные данные, как сократился рынок тренеров, которые готовы ехать и ставить этот футбол, как сократился рынок футболистов, которые тоже готовы ехать и участвовать во всем этом, насколько тяжелее без еврокубка их всех и будет потом продавать. И еще очень-очень много факторов, например, то, насколько восприимчивы или невосприимчивы русские футболисты из Академии к такому стилю, насколько сильно их придется переучивать, если делать ставку так на них. В общем, если взять все эти новые данные, то у меня сложилось впечатление, которое я еще на прошлом стриме озвучил, что из интересного, спорного, неоднозначного проекта, ну, просто по результатам первого сезона, он действительно как минимум неоднозначный, успешный, его точно не назовешь. Вот из такого интересного, неоднозначного проект стал просто нереализуемым. И, следовательно, попытки его реализовать, это уже просто имитация какой-то бурной деятельности. Об этом была колонка, там, конечно, все это изложено намного более тщательно. Если вы хотите полностью ознакомиться с мнением, то все-таки рекомендую ее почитать. И вот по мотиву этой колонки прилетело несколько вопросов, что, безусловно, приятно, что в нее читают внимательно и еще дополняют, конструктивно критикуют. В общем, первый вопрос такой. Так, вот он нашел. Соглашаясь с тем, что в прежней реальности сезон 21-22 «Локомотива» можно было считать переходным, вы выражаете сомнения в том, что следует придерживаться выбранной стратегии, поскольку она не принесет успеха в новой реальности. И дальше рассуждения идут. На мой взгляд, отказ от стратегии – это путь к деградации. Я анализировал трансферы «Лока» при предыдущих спортивных директорах. И лишь в одном случае перешедшие в среднем были проданы за большую сумму, чем за них уплатил «Лока». Да, ежегодная тактика взять опытных лидеров на замену постаревшим может давать успех, если попадать с трансферами каждый раз. Можно угадать с Фарфаном, Криховиком и Денисовым, но промахнуться со Смоловым, Жаумарио, Зелуишем. А выручить за игрока в возрасте 30 плюс такую сумму, чтобы обновлять состав уже после его ухода, будет трудно. Траектория заведомо убыточная. По сути, возникает необходимость регулярных невозвратных инвестициях, в особенности в отсутствии Еврокубков, которые могли бы отбить хотя бы часть вложений. И еще будет немножко рассуждений, но они кажутся достаточно интересными. Более того, в туманном и не слишком веселом будущем, когда звезды из Европы в РПЛ не будут по этическим изображениям ехать с молодыми перспективными ребятами, пусть из Африки, Америки, из Балкан, шансы построить финансово устойчивую модель, высшие шансы построить финансово устойчивую модель. Да, продавать с дисконтом относительно других лик, да, заменить Изидора с Бекабека будет несоизмеримо труднее, но есть шанс выпускать в мир потенциальные звезды и оставаться на слуху в Европе даже без Еврокубков. Это, как минимум, интереснее, чем мариновать Камличенко, Глушаковых или Полозов. В скобках пояснения не хочу никого обидеть. И дальше подбираемся к вопросу. Пока футбол России – игрушка для богатых компаний, старая модель иногда может принести результат. Но долго ли будет так продолжаться? Спасибо, будет интересно услышать, если в чем-то неправ. Спасибо и вам за такой обширный фидбэк. Мне кажется, ошибка, то, что мне кажется ошибкой в этих рассуждениях, сводится к тому, что в очень общих чертах представлены две модели. То есть какая-то старая модель, где просто покупаются футболисты, не обязательно 30+, но просто прямо сейчас. И иногда в них попадаешь, иногда не попадаешь. И тяжело в такой модели выживать. И новая модель, где просто инновационная идея ставить на молодых и потом их дорого продавать. В таких общих чертах, конечно, практически любой клуб в любой стране, в любой реальности выберет вторую. Но особенности проекта, в частности, почему ранник был так ценен, почему локомотив какое-то время мог успешно продавать его имя и его бренд, заключается в деталях. Как именно ты это делаешь? И тут, в этих деталях, когда мы уходим от этого очень банального ответа, что давайте ставить на молодых, потом их перепродавать задороже, а начинаем искать ответы на вопрос, как именно это будет делаться, мы очень-очень много препятствий встречаем на своем пути. И потому, как с этими молодыми футболистами показать, например, вот как с этими молодыми футболистами показать результат, который позволит их продать как минимум выгоднее, чем ты их купил. Потому что молодые футболисты, они тоже на самом деле не так дешевые, как могут оказаться, особенно если это не воспитанники. В системе ранника ответ на этот вопрос заключался в синергии, которая достигалась через подбор футболистов, вот конкретную философию. Футболисты все приходят с качествами для того, чтобы играть в конкретный футбол. И вот вместе они друг друга приумножают, и поэтому можно таким образом максимизировать этот эффект. И в этом был смысл. Опять же, когда ты это реализовываешь, каждый раз возникают самые разные детали, но глобально в этом был смысл, и в этом уже появлялась какая-то конкретика. То есть модель ранника, она по крайней мере строилась на такой конкретике. Сейчас это конкретика, из-за того, как сократились рынки, из-за того, как поменялись условия, стала, если не совсем нереализуемой, мне кажется, на самом деле можно говорить уверенно слово «совсем нереализуемой». Но, допустим, какую-то там минимальную долю вероятности оставим на сценарии, где ее можно реализовать, она стала в разы труднее на каждой стадии. На стадии покупки, на стадии продажи и на стадии достижения вот этой вот необходимой синергии. И вот дальше вопрос, по сути, сводится к тому, какая может быть альтернатива. Какая может быть альтернатива, и это, кстати, один из моментов, который в тексте достаточно конструктивно критиковался, почему я ничего не предлагаю. На самом деле, у меня такой цели не было в этом тексте, мне просто хотелось зафиксировать, как выяснилось, даже эта мысль не для всех очевидна, мысль о том, что вот текущая модель стала нереализуемой. У меня желания разработать новую и выполнить там за кого-то другого работу не было. У меня просто было желание зафиксировать вот этот тезис, который кому-то может показаться банальным, но на деле многим людям показался небанальным, они с ним очень даже активно спорили. Так вот, дальше, конечно, в дело вступают уже менеджеры «Локомотива», которые выбрали имитировать бурную деятельность, вместо того, чтобы предложить новый вариант. То есть я не говорю, что вот обязательно какой-то условный, описанный общими словами старой модели игроков под прямо сейчас нужно вернуться. Вот само противопоставление либо молодые, либо под прямо сейчас, оно не совсем правильно, вернее, оно очевидное, но оно слишком широкое, в нем нет деталей, ни с той, ни с другой стороны. Так вот, я бы любой вариант выслушал и изначально критиковать не стал бы. Я бы посмотрел с любым вариантом. Либо вот вы выходите и говорите, что, честно говорите, что ситуация поменялась, и теперь мы это реализовать не можем. Вот наш вариант переработанный, где некоторые элементы старой модели сохраняются, но на самом деле мы теперь будем делать ее вот с такими-то адаптациями. Этого не случилось. Вместо этого мы видим имитацию, попытку там вот под лицензию пригласить немецкого тренера чисто для вида, что мы продолжаем следовать этой немецкой модели. И вот это меня бесит. То есть желание продолжить там вот с теми же людьми в руководстве, допустим, с Орном, корнеткой, с корнеткой уже, наверное, не получится. Это само по себе мне не кажется там каким-то обязательно плохим шагом. Но этот шаг должен был предполагать также вот это честное признание и какой-то перезапуск, предложение новой модели. Если этого предложения новой модели нет, то мы делаем вывод, что по-прежнему в умах тех, кто принимает решение в локомотиве, работает старая модель. И своими действиями, имитированием действий, они тоже показывают, что мы как бы делаем вид, что вот по старой модели еще работаем. Даже переработанный вариант, даже вот это признание честное, что нужно некоторые моменты адаптировать и под новые реалии выстроить немножко другую модель. Это уже было бы позитивным шагом. Это уже было бы шагом, который не критики заслуживает, а наоборот даже некоторой похвалы, вне зависимости от того, чем это закончилось бы. Другой вариант, более тотальный перезапуск и действительно решение, в котором локомотив выходит на рынок, смотрит, кто там из российских тренеров сейчас лучший, из доступных, берет этого тренера, говорит ему, может быть, берет еще несколько футболистов по его запросу. Вот действительно такой более старомодный вариант, то, что вы, наверное, отнесли бы в это широкое ответвление старомодных вариантов. И таким образом действует. Это тоже реакция, это тоже, по крайней мере, признание того, что ситуация изменилась. А мы на выходе получаем сценарий, в котором локомотив из-за своих ориентиров от российского вторжения в Украину пострадал сильнее, чем любой другой российский клуб. Но в то же время локомотив даже не в состоянии признать это, даже не в состоянии признать, что грань между очень-очень трудной моделью в российских реалиях, сомнительной в российских реалиях, я бы так характеризовал первый год модели ранних вопросов, очень много без ответов, и вообще нереализуемая модель, она пройдена. Теперь мы вот в точке нереализуемости этой модели. И я постарался привести аргументы просто в пользу того, что теперь эта модель в российских условиях нереализуема, цели предложить что-то новое у меня не было. При этом у меня также не было цели загнобить абсолютно любой новый вариант. Наоборот, любой вариант я бы с радостью выслушал. Но моя главная претензия, моя главная критика в том, что этого варианта и близко не было предложено. Вот примерно так. Так, еще один вопрос был про локомотив. Я все-таки уже немножко жалею о том, что без пауз этот российский блок у нас проходит. Не злитесь, доберусь я до чата. Скоро будет пауза для вопросов, для ответов на вопросы из чата. Но давайте вот тут добьем. Тут уже последний вопрос, он достаточно большой. Вот тоже про локомотив. В статье прошлой недели предполагается, что локомотивы нужно фиксировать в бытах сейчас, пока проект Рагника не стал окончательно бесповоротным провалом и не загнал клуба в яму, так в нынешних условиях мало кто поедет. И цены выше, и в РПЛ они будут завышенными. И зарплата, и скаутинг усложняется, особенно с учетом достаточно четких требовательных целей к команде. Но отказаться от проекта – это неценные бумаги, которые продал и забыл. Отказываясь от одного, нужно жить по кому-то другому. Какие есть альтернативы? И дальше вот то, о чем мы говорили, и четыре альтернативы в вопросе предлагается. Продолжать проект Рагника, но попроще, выбирая игроков на рынке СНГ. Или лиг пониже. Да и игроки дешевле, и продать их будет дешевле. Но они все еще могут играть в ранникоподобный футбол в надежде на лучшее. У меня есть некоторые сомнения. Это уже я комментирую. Насчет того, что игроки, собранные из лиг из стран СНГ, смогут играть в этот футбол. Но окей. Такой вариант предлагается. Второй вариант – импортозаместить проект Рагника, попытавшись пойти путем Динамо. Ну то есть, у сербского тренера. Уже был сербский тренер у Локомотива пригласите. Ну, условно сербского. И третий вариант – превратиться в Краснодар с воспитанниками, играть непонятно во что, в зависимости от тренера. И четвертый вариант – возможно, у вас в голове есть варианты лучше этих вышеописанных. В общем, опять же, что важно зафиксировать и что могло не до всех дойти, к сожалению. Потому что я, раз не до всех доходит, я, наверное, недостаточно четко это акцентировал. Любой вот вариант из этих, если с ним бы действительно вышли, признав реальность рукой здесь Локомотива, это был бы вариант, это было бы то, что не подвергалось бы критике, которая была озвучена в тексте. Критика именно попыткам имитировать. То есть, любой вариант, каким бы он ни был, он лучше имитации. Можно дальше критиковать детали этого варианта, но это уже будет критика совершенно другого толка, в которое я конкретно сейчас был бы, какой из этих вариантов ни возьми, не так уверен. А вот в том, что проект стал нереализуемым, я могу с очень хорошей долей уверенности говорить уж больно сильные, я бы сказал, неоспоримые аргументы тут можно приводить. Так вот, я думаю, это немножко пересекается с прошлым вопросом. Спасибо, вот интересно было зачитать конкретно, какие варианты предлагаются, какие возникают в умах у людей. Но главное, что я хотел акцентировать, это что вот выйди условный ЦОРН, который, наверное, сейчас все-таки является лицом проекта, с любым из этих новых вариантов, это уже было бы первым шагом. Уже вот ту критику, которую я применил, нельзя было бы применить, нужно было бы критиковать уже абсолютно новые тезисы, где-то критиковать, где-то хвалить. И это была бы критика с абсолютно другой долей уверенности. Где-то была бы наша журналистская правда, где-то была бы правда на стороне рукодействия локомотива. Но мы в такой ситуации не обитаем. Мы обитаем в ситуации имитации, и это бесит, и именно этому была посвящена та колонка.